Привет друзья! Летающие машины являются давней мечтой многих футуристов. Ведь что может быть прекрасней, чем смыть в небо на крылатом коне? Таком как например спорткар с парапланом Skyrunner MK3.2. Инженеры американской компании Skyrunner разработали спортивный автомобиль, который не только способен ездить по дорогам, развивая скорость до 185 км в час, но и умеет летать. Превращение из багги в мотопараплан осуществляется всего за пару-тройку минут. На наземно-воздушном гибриде установлен трехцилиндровый двигатель марки Ford EcoBoost, мощность которого составляет 125 л.с., а объем равняется 1 литру. Всего за 4,3 секунды Skyrunner разгоняется до 100 км в час, а в полете скорость может достигать 88 км в час. В качестве взлетно-посадочной полосы может быть использовано как дорожное полотно, так и песчаный берег водоема или поле, а параплан позволяет подниматься на высоту до 3000 метров. Дальность полета составляет 320 км по воздуху, а горючего в бензобаке хватает на целых 800 км езды по земле. Skyrunner успешно прошел все технические испытания и удостоился положительных отзывов как военных, так и любителей активного образа жизни с экстремальным уклоном. Лазарет LMV 496 Это летающий спортивный мотоцикл, который безусловно на сегодняшний день является самым крутым в мире. На шоссе он приводится в движение электродвигателем с запасом хода в целых 100 км. Но что касается режима полета, Лазарет использует 4 горизонтальных реактивных двигателя, по одному на каждое колесо. Каждый из этих двигателей может генерировать мощность в 1300 лошадиных сил и действует как реактивный двигатель с реактивной головкой. Со скоростью вращения 96 тысяч оборотов в минуту. Это позволяет парить байку в воздухе в течение 10 минут. Когда же этот монстр переходит в режим полета, его колеса поворачиваются в горизонтальное положение, превращая мотоцикл в квадрокоптер, способный подниматься на 5 метров в высоту. Переключение из дорожного режима в режим полета осуществляется с помощью простого переключателя на приборной панели. Реактивные турбины работают на керосине. Таким образом, электродвигатель отдыхает, когда супербайк находится в воздухе. Стоимость такой машины на данный момент составляет около 500 тысяч долларов. Аэромобил 4.0 Летающий автомобиль словацкой компании Аэромобил впервые был представлен на автомобильном шоу в Монако и сочетает в себе функциональность автомобиля и самолета на единой гибкой платформе. Он включает в себя уникальную стеклянную кабину, идентичную кабине традиционного самолета, а встроенные цифровые дисплеи отображают информацию о работе автомобиля. Интерьер разработан с использованием передовых технологий и таких функций, как пиротехнические ремни безопасности и двухступенчатые подушки безопасности. Транспортное средство также включает в себя встроенные баллистические парашюты для спасения автомобиля в случае аварийной посадки. Сверхлегкие колеса позволяют приземляться на асфальт, бетон или траву. Аэромобил оснащен гибридной электрической силовой установкой, объединяющей двухлитровый четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом и два электродвигателя. Он оснащен специальной электрической системой переднего привода, которая развивает максимальную мощность в 110 лошадиных сил. По земле такой автомобиль способен без подзарядки преодолевать дистанцию в 700 км с максимальной скоростью в 160 км в час, а по воздуху 750 км при скорости в 360 км в час. В летательный аппарат машина трансформируется всего за три минуты, а весит такой механизм целых 950 кг. PAL-V-1 Данное транспортное средство является гибридом автомобиля и гироплана, и соответственно для управления необходимо иметь права как на автомобиль, так и на гироплан. Основные элементы конструкции автомобиля вертолета выполнены из легкого карбона, алюминия и титана. Летающий автомобиль имеет всего два места в кабине, друг за другом помещаются пилот и пассажир. Также он снабжен двумя винтами, разгонным и несущим, что позволяет летающему авто обходиться без крыльев. Машина имеет бензиновый мотор мощностью 200 л.с., который разгоняет аппарат до 100 км в час всего за 8 секунд. А самую большую скорость, которую может достичь этот летающий автомобиль, причем как в полете, так и на земле, составляет около 180 км в час. Масса автомобиля равняется 664 кг, но при полете он может нести еще и до 230 кг полезного груза. В зависимости от веса, этот автомобиль может пролетать от 350 до 500 км. Объем бака для топлива составляет 100 литров, и это позволяет проехать машине по земле без повторной закачки бензина 1300 км. Длина PAL-V1 составляет 4 метра, ширина 2 и в высоту 1,7 метра. Средняя цена этого автомобиля-вертолета колеблется в пределах 500 тысяч долларов. Эйрбас Поп-Ап Компания Эйрбас представила, пожалуй, самый амбициозный проект летающего автомобиля-дрона, метод работы которого является довольно интересным и в то же время до безумия простым. Ключевым элементом системы является пассажирская капсула из углеродного волокна, которая может присоединяться как к автомобильной базе с колесами, так и к дрону с 8-ю роторами, вращающимися в противоположных направлениях. Ее размеры равняются 2,6 метра в длину, 1,4 в высоту и 1,5 метра в ширину. Все оборудование работает на электротяге. Пассажир, планируя свое путешествие, заказывает эйрбас как такси с помощью приложения в смартфоне. Система автоматически предлагает наилучшее транспортное решение в зависимости от знаний пользователя, времени дня, пробок на дорогах и затрат. И так как машина-дрон может передвигаться как по земле, так и по воздуху в полностью автономном режиме, то составленный маршрут может быть комбинированным, доставляя вас из точки А в точку Б вовремя. Как только пассажир достигает места назначения, воздушные и наземные модули с капсулой автономно возвращаются на специальные станции подзарядки, чтобы дождаться своих следующих клиентов. Во время движения по земле автомобиль использует два электромотора и способен разгоняться до 100 км в час при запасе хода в 130 км. Поднимаясь в воздух, машина обладает внушительной мощностью в 182 л.с. и как на земле, так и в полете, разгоняется до 100 км в час. Взлет и посадка осуществляются вертикально, а максимальная дальность полета не может превышать 100 км. Терафюджи Транзишн Это легкий складной спортивный дорожный автомобиль-самолет, разработанный китайской компанией Терафюджи в 2006 году. Имея поршневой двигатель из углеродного волокна, машина имеет дальность полета в целых 800 км, работая на автомобильном неэтилированном бензине премиум-класса. В воздухе скорость этой пташки составляет свыше 185 км в час, а на шоссе около 110 км при обычном движении. Размеры Терафюджи Транзишн в сложенном виде также поражают. Высота составляет 2 метра и 3 сантиметра, ширина 2 метра и 29 сантиметров, ну а длина равняется 5 метрам и 72 сантиметрам. То есть его вполне можно разместить в стандартном домашнем гараже. Переход из режима самолета в автомобиль и обратно занимает около полминуты, что особенно приятно. Машина вмещает одного пилота и одного пассажира. Ее вес составляет 440 кг, а стоимость на данный момент колеблется в пределах 200 тысяч долларов. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!